Дорогие друзья, сегодня мы с вами поговорим о говорушке дымчатой. Относится этот гриб к семейству Рядовковых. Очень изменчивый серый гриб с войлочной серой шляпкой. Шляпка вначале выпуклая, а потом становится плоской или глубоко воронковидной, с волнистым краем. Шляпка от 6 до 15 см, темная серо-коричневая или пепельно-серая. Геминофор грязно-кремового цвета. Пластинки частые, легко отделяются от мякоти шляпки. У ножки слегка нисходящие. Пластинки опускаются вниз по булавовидной ножке, которая имеет сильный, заметный, слегка неприятный запах. В пищу лучше употреблять молодые грибы, потому что старые грибы могут вызвать несварение и легкие симптомы гастроэнтерита у чувствительных или пожилых людей. Было отмечено несколько случаев острого гастроэнтерита с диареей, нарушением дыхания, а также возникновение индивидуальной реакции, сходной с аллергией. Сведения о капреновом синдроме, который якобы способна вызвать говорушка дымчатой, не подтвердились. Однако у Маркуса Флюка, известного швейцарского эксперта, изучающего грибы более 30 лет, есть следующая информация об этом грибе. По результатам последних научных исследований, гриб даже после предварительного ошпаривания и варки вреден для организма и может вызывать онкологические заболевания. Конечно же, вам решать, как относиться к такой информации. Вероятно, надо выбирать более молодые грибы. У старых грибов на шляпке может быть беловатый порошкообразный налет. Наблюдается заметное изменение запаха гриба на неприятный, который усиливается у старых грибов. Растет говорушка с сентября по ноябрь в лиственных и хвойных лесах, иногда очень большими группами. Довольно приличные экземпляры сохраняются под снегом, так что вполне можно найти его ранней зимой. Ножка у гриба бледно-серо-коричневого цвета, иногда покрыта коричнево-красноватыми пятнами. Толстая и крепкая у молодого гриба полная. Затем заполняется волокнисто-губчатым веществом, продольно-волокнистая. Основание булавовидное, затем утолщенное. Итак, в свете вышесказанного, если вы надумаете полакомиться говорушкой дымчатой, я рекомендую вам выбирать экземпляры помоложе. Обычно осенью нет времени возиться с говорушками, поэтому я их заморозила. У меня приблизительно 500 или 700 грамм говорушки дымчатой. Можно разморозить ее с помощью холодной воды. После разморозки кладем их в дуршлаг. Большую луковицу режем на кубики и поджариваем на оливковом масле. Говорушки тщательно выжимаем и отправляем их в сотейник с луком. Обжариваем вместе минут 20. Солим по вкусу, можно также поперчить и перемешать как следует. Накрываем крышкой и потушим еще минут 10. Итак, начинка для пиццы у нас готова. Теперь нам нужно сделать тесто. Для этого мы берем минеральную воду, дрожжи и соду я не использую, и перемешиваем с мукой гробового помола до консистенции густой сметаны. Намазываем противень сливочным маслом. На смазанный маслом противень выливаем наше тесто. Теперь смоченной в воде рукой тщательно разравниваем наше тесто по противню. Отправляем тесто в разогретую духовку. После того, как тесто подрумянится, нужно его перевернуть. Равномерно разравниваем нашу начинку по поверхности коржа. Посыпаем сверху натертым на крупной терке сыром одним или двумя видами. Запекаем нашу вкуснятину в духовке до готовности. Итак, через некоторое время сыр расплавится, и наша пицца готова к столу. Итак, из говорушки дымчатой получается довольно аппетитная пицца. Некоторые эксперты утверждают, что говорушка дымчатая содержит антибиотические вещества, которые борются с различными болезнями. Следует также помнить, что говорушка дымчатая – это гриб на любителя. И не забывать, что у всех людей есть индивидуальная непереносимость того или иного продукта. Ну а я желаю вам приятного аппетита, дорогие друзья. Крепкого вам здоровья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!